В поддержку Олега Сенцова сегодня выступил Европарламент. Депутаты приняли резолюцию, таким образом решили напомнить миру о заключенном в России украинском режиссере. Что написано в документе, расскажет Елена Абрамович. Выразить солидарность Сенцовым, еще раз осудить оккупацию Крыма и призвать европейских лидеров во время встреч с российским президентом поднимать вопрос политических заключенных. Такова основная цель резолюции, которую евродепутаты проголосовали сегодня. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Сенцова и других осужденных за политические взгляды страной, которая не имеет легитимного права в отношении этих лиц. Это представители гражданского общества, которых осудили за их преданность и любовь к своей стране. Это не только Олег Сенцов, но и десятки других. Мы поднимаемся на их защиту, потому что речь идет также и о нарушении Женевской конвенции. Олега Сенцова осудили на 20 лет по подозрению в терроризме на основании показаний, полученных в результате пыток, говорится в резолюции Европарламента. Он голодает уже 31 день, требуя не только своего освобождения, но и возвращения в Украину всех соотечественников, которые осуждены в России по политическим делам, отметили депутаты. Этот всплеск репрессий связывает еще и с тем фактом, что Россия проигрывает большинство дел в Европейском суде по правам человека. Мы призываем Россию уважать права человека и во время заключения судить честно, предоставлять доступ к адвокатам и врачам. Обычно во время дебатов на украинскую тему несколько депутатов-евроскептиков высказываются против и не поддерживают подобные резолюции. На этот раз никто не возражал. Все выступления были только в поддержку Сенцова. Сам режиссер в прошлую пятницу попал в реанимацию, но, несмотря на это, голодание не прекратил. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.